Многоуважаемый, ну не знаю как называть, кого называешь господин, обижаются, а некоторые говорят, да нормально, я господин, господин своего положения, господин ректор. Я благодарен вам, несмотря на то, что недавно, но у меня есть опыт общения с людьми, и я довольно пристально наблюдаю за деятельностью Университета Федерального Казанского, Приволжского, который является не просто один из вузов, но, могу честно сказать, одним из лучших университетов страны. И главное, что радует эта динамика, динамика, которая сохраняет традиции высшей школы. И вы не случайно сказали, что этот год назван годом юбилейным, потому что без сохранения преемственности и традиций любое дело не может быть успешным. И мы видим сейчас доказательства этому в нашей повседневной жизни. Если мы внимательно отслеживаем информационно, что происходит, то нередко люди точных наук, особенно в космонавтике, сейчас с большой скорбью говорят о том, что нарушены традиции, прервана связь тех поколений ученых, инженеров, специалистов, которые создавали космическую отрасль в Советском Союзе как прорывную. И в любом деле я привел этот пример как наиболее наглядный, относящийся к технической области. Но традиция, которая нарушена в технической части жизни общества, все же она может быть при больших, правда, усилиях, но восстановлена. А традиция в области гуманитарной, в области духа народа, в области культуры, если она нарушается, то нередко приводит к величайшим катастрофам. Плоть до исчезновения целых империй, государств и даже цивилизаций. И в этом ракурсе, наверное, нет необходимости говорить перед ученым сообществом и перед студентами. История неоднократно доказывала, мы видели великие цивилизации и империи, Шумерское царство, Египетское, Римское империя, Византийское. И вдруг они исчезали. Да, небесследно оставалось какое-то наследие, но прекращали существование как целостная системная конгломерация. И вот у нас сегодня тема, которую вы очертили передо мной, традиционные ценности, духовные скрепы, единство российского общества. Я бы начал немножко со второго, не с традиционного понимания, а вообще о ценностях. Что вообще представляют из себя ценности? Каковы они? И где критерии, что те или иные ценности являются как раз основой сохранения традиции, культуры, народов, государств в целом? Наверное, когда мы говорим о ценностях, то в первую очередь мы должны говорить о смысле жизни. Ибо ценности ради чего-то, они же есть. Так в чем смысл жизни вообще человека? Вот я благодарен вам, что вы поздравили сегодня православных с величайшим праздником для христиан Пасхой. Но Пасха – это понимание воскресения Иисуса Христа. Я не буду выдаваться в богословские тонкости о воскресении Иисуса Христа, но скажу только о другом. Если бы не было воскресения Иисуса Христа, то напрасно была бы вера миллионов и уже миллиардов его последователей. А люди на протяжении этих двух тысяч лет именно ради ценностей веры Христа умирали первые три века десятками и сотнями тысяч. И достаточно было сказать, что поклонись языческим богам, идолам, и тебя не будут мучить. Но люди говорили – нет, мы верим в единого Бога, никакого поклонения идолам. И умирали. Арены цирков, костры, как это делал Нерон, поставив людей живыми факелами на подходе в Рим и многое другое. Так вот, вопрос заключается в том, что представляет из себя человек. Это вечный вопрос. Мы что? Некая даже органическая живая сущность, которая родилась, жила очень короткий период, умерла и исчезла. Или нечто другое. Если это так, если наша жизнь кончается базаровским лопухом на могиле, то этого смысла нет. Зачем нужны какие-то высокие нравственные подвиги? Зачем нередко умирание за идеалы? Зачем возвышенное понимание во взаимоотношениях между людьми? если мы сегодня живем, а завтра умерли, и на этом конец. Потерян смысл жизни. Вот суть заключается как раз в том, что смысл жизни человека это не только этот временный отрезок небольшого периода марафона жизни, но и бесконечность. А значит развитие или падение, или вечность счастливая, или же нечто другое. Я не говорю сейчас о сковородках, где будут жарить грешников, или о чем-то другом, какое состояние будет там. Я говорю о другом сейчас, о вечности, как о таковой. Если нет воскресения для человека вообще, значит нет ответственности. Помните, если нет Бога, то все дозволено. И к великому сожалению, вот мысль о вседозволенности нередко нам прививают. Прививают очень активно по различным направлениям. Это и культура, псевдокультура, это и СМИ, это и кинематограф. Я здесь вот как-то выписал песенки. Они мне не очень знакомы, но молодежь, наверное, их знает. Название песенки «Подождем твою мать». ничего не понимаю. А говорят, что молодежь зажигается такими песнями или «Хочешь, я убью соседей?» Это тоже нечто из современной псевдокультурной пищи молодого поколения. Тоже мы можем говорить и о бессмысленных фильмах, фильмах «Анкор», еще «Анкор» или этих сериалах. Удивительное дело, это вводит человека как раз от ценности смысла жизни, а некой подменой, некой, я бы сказал, шелухой. И на сегодняшний день молодому поколению мне не очень бы хотелось считать вам никакую мораль. Это не в моем стиле. А мне хотелось бы порассуждать о смысле современной жизни. Посмотрите, что у нас сейчас происходит. Я вернусь теперь к традиции. Нам был какой-то период после девяностых годов, когда говорили, что традиции это все чепуха, надо полное раскрепощение, полная свобода и полное самовыражение. И в чем проблема состоялась в этом подходе? традиция ценности семьи. Практически делалось все, чтобы эту традицию разрушить. А что такое традиция семьи? Традиция семьи это в первую очередь это брачный союз, это выбор, это любовь, которая превращается затем в подвиг тех, кто соединил свою жизнь. А у нас это состояние мужа и жены, а вернее уже даже мужчины и женщины начинают преподносить как некая как некую игрушку, как некая утеха между парами. И что происходит? Практически рушатся как таковые семьи, не успев еще зародиться. Или же понимание, вот вы все молодежь, наверное, в душе будете со мной спорить, ничего ты не понимаешь, седой поп, и поэтому так и говоришь нам, мы живем по-другому. А мне кажется, что-то понимаю, понятие гражданского брака, была традиция, это семья. Брачище это считалось на всю жизнь. А сейчас ввели понятие гражданского брака, но понятие такое вот, оно как-то из-под тишка все. Вот некое уже превращают даже, вот это не очень хорошее это явление, не очень хорошее, я не соглашусь, могу спорить, молодежь задавайте мне потом вопросы. Да? Как норму. Ненормальность возводит в норму. Вот вы все взрослые, и я не постесняюсь словечек, если это позволительно, ректор не будет ругать меня после, довольно как нормальных, можно ректора? Да? Да. Так вот, у нас всегда говорят, я нередко слышу, даже общаюсь, спрашиваю у родителей, у тебя есть дети? Есть, ну а как они, как живут, как взрослые? Да взрослые. А как живут? Да гражданским браком. Я говорю, ну, что-то непонятно, а что такое гражданский брак, и для чего, и как это? И ответ, значит, примерно такой, это уже матеря уже начинает становиться как-то, да ничего, поживут, примерятся, но не подойдет, еще там, подождите, что-то такое, чулки, носки, или сапоги, все, примеряемся. Примеряются. Кстати, примерять начинают очень рано, а наступает период, когда надо после примерки уже детишек-то иметь, а там что-то испорчено, там уже вместо брака брачок, и человек вообще опустошается. И вот сейчас говорят, ну вот на Западе же вот такая свобода, а вот как ни удивительно, я недавно только вернулся с Соединенных Штатов и между прочими делами все-таки поинтересовался тоже и со своей стороны нравственным образом жизни. Но, наверное, вы знаете, понимаете, что там сейчас ходят в моду, ну, так сказать, вот такие отношения девственные до вступления официального брака. это традиция. А у нас традиция была как в исламе, так и, особенно я беру ислам все-таки наш, российский, в Татарстане конкретно, да, и в России. Семья это традиционная святая единица общества. И семья это практически основа азбучная истина. Не просто государство, но в первую очередь личного счастья. Так вот, традиция не иметь детей, это тоже что-то непонятно, какая традиция зарождается. А традиция наша, я опять не говорю русская традиция, в том числе и традиция национальная, и татарская, и башкирская, наших мусульман-бюро. это традиция крепкой семьи. А в чем еще дальше традиция крепкой семьи? Это в обязательном порядке то, ради чего семья создается, дети, и, конечно же, это родители. Это родители, которые в нормальных семьях никогда не были брошены. я многие годы проработал на Кавказе, и меня очень приятно всегда поражало, ни в одной Кавказской республике нет детских домов. Ни в одной Кавказской республике практически нет домов престарелых, потому что очень сильны традиции. Сейчас у нас стоит большая проблема – это кризис народа-населения. страна у нас богата, людей то бишь нет. Ну, там было у поэта порядка, девишь нет. И это опять дисбаланс в сохранении традиций. И опять возвращаюсь на Кавказ в тех же социальных условиях. и семьи, большие семьи, пять, шесть и больше детей и в Ингушетии, вообще практически во всех Кавказских регионах. У нас в Татарстане более-менее так есть какой-то баланс, но, скажем так, не совсем еще дотягиваем мы до той нормы. Я не говорю, что у нас по пять, по шесть, по семь, но все-таки традиция нормальной семьи нарушен дисбаланс. Традиция заботы о родителях, о стариках тоже нарушена. И это мы говорим все о ценностях. Так вот, все-таки вернусь опять к тому, с чего начал. о смысле жизни. Вот если человек понимает, что в этой жизни можно все, что хочешь сделать, даже обойти закон. Хотя опыт показывает даже сильное миро сего, руководители обходили закон, а в руках у них казалось, что есть закон, но по пословице «Сколько веревочка, не вейся, а все-таки оборвется». Так вот, когда закон нравственный, закон ответственности человека в любом случае перед Богом, в плане того, что человек не умирает как личность, не умирает как личность, не исчезает, а человек настанет время в обязательном порядке, встанет и будет отвечать. Я, наверное, сейчас внесу смуту, если скажу, как я иногда спорю с людьми вообще, которые прямо бьют себе грудь и говорят «я атеист». Ну, там, агностика или еще, или не знаю, сомневаюсь, вот когда бьет себе грудь и говорит «атеист», я так шучу иногда и говорю, «ты просто трусливый человек, поэтому вы прикрываетесь атеизмом, отрицаете Бога и вечность». Почему говорит? Ну, потому что не хотите отвечать за свои поступки здесь во временной жизни и говорите, что Бога нет, а раз Бога нет, то, да, помните по-достоевскому, то все дозволено. Вы так, наверное, и хотите жить, отрицая все нормы ответственности, ответственности за свою жизнь. Вот, я думаю, что для вас знакомы вот некоторые строки размышлений Пушкина. «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана, или зачем судьбою тайной, ты наказанно суждена? Кто меня враждебной властью из ничтожества возвал, душу мне наполнил страстью, ум сомнением возволновал, цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозвучной жизни шум». Почти как у нас, у многих людей бывает. И в то время, во времена Пушкина, был такой известный филарет, митрополит московский, его называли филаретом мудрым. И вот, прочитав эти стихи Пушкина, а он знал хорошо Пушкина, и Пушкин его знал, и вот филарет ему отвечает, «Не напрасно, не случайно жизнь от Бога мне дана, не без правды им же тайна, на печаль осуждена. Сам я своенравной властью зло из темных бест возвал, сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал. Вспомнись мне, забытый мною, просияй сквозь сумрак дум, и созиждется тобою, сердце чисто, светлый ум». И тогда прочитал этот ответ Филарета Мудрого, Пушкин пишет, «Я лил потоки слез нежданных и раном совести моей, твоих речей благоуханных отраден, чистым был елей». Вот это великий поэт в поисках смысла и ценности жизни. Вы знаете, что в конце своей жизни после дуэли на смертном одаре он единственное, что просил, чтобы поисповедовавшись, ему отпустили грехи, и он бы предстал перед Богом, ибо, как он говорил, «Я знаю, что я буду жить и я буду отвечать за все, что в этой жизни мне пришлось сделать». И опять возвращаемся к традиционным ценностям. Вот традиционные ценности как раз веры это не является неким трендом современного идеологического подхода воспитания нашего общества. Нет, традиционные ценности это не тренд, это основа, это основа здоровья нашего общества. вот опять традиционные ценности мы вернемся к такому мирному, к мирной жизни между различными религиями и конфессиями в нашей стране. Посмотрите, что происходило в Великую Отечественную войну. Страшная беда. Практически мы стояли перед проблемой быть или не быть вообще. И что случилось? Без раздумий практически весь наш народ, независимо от национальности, все встали на защиту. и все пошли на войну. И мы помним сколько замечательных фильмов, когда вместе и русские, и татарин, и узбек, и грузин в одном окопе. Одна беда, но и одна победа в вместе. это что? Это та традиция, и это та ценность, которую так важно сохранить, и которую мы обязаны донести до нас, до тех, кто за нами будет, до молодого поколения. это еще связано и тем, что мы называем патриотизм. Вот нередко задают вопрос, ну что там эти ценности? Опять нам про эти ценности Джон Госфильд, западный один ученок, 40 лет назад заинтересовался чудом японским. Как так случилось, что Япония настолько технически быстро вырвалась и опередил практически цивилизованный западный мир по прогрессу. И сейчас мы видим, что лучшие автомобили японские, лучшая электроника японская и много и много другое. Но что характерно, он проводя исследования пришел к чветкому убеждению, простите, они сохраняют традиционную культуру свою, начиная с того, что у них император по сей день, и быт, и одежда, и культура поведения, культура пищи, культура во взаимоотношениях сугубо традиционна. И обычно говорят, да что вы темные там с своими традициями, ваши традиции являются тормозом к научному прогрессу. и вот вам ответ японцы. Тормоза нет, а традиции сохранили народ, страну, культуру, историю. Значит, традиции не являются тормозом. и вообще наоборот, когда традиции рушатся, то этнос и государство нередко исчезает, как это было выше, как мы говорили. Вот интересно, тоже проводились исследования и говорили о том, что вот если взять человека сейчас и поставить в условии практически первобытное, что он станет опять не восстановится, да, ну, все вот у него, лишить полностью всего. Трудно будет, но что характерно, в обязательном порядке опять разовьются наука, техника, все будет. А вот если нарушить духовную связь и то, что человека делает человеком в духовном смысле слове, то нередко человек вырождается. Ну, я приведу вам опять больной вопрос о так называемых, как бы помягче-то сказать, ну, вот этих меньшинствах, которые с таким упорством сделали, как оселок демократического западного прогресса. И вот давайте себе представим, что этот прогресс станет традицией, то есть нарушена будет даже не традиция, а закон, данный Богом. Раститесь и множьтесь. И мы пошли по этой новой столбовой. И сколько потребуется периодов? Сколько веков? Немного, наверное, чтобы человечество и жило само себе, правда? А нам говорят, вот это тоже ценность, которая завоевана свободой. Не все те ценности, которые нам на протяжении последних 25 лет стараются привить как эталон, как эталон культурного развития общества. Я еще раз говорю, что говорю не понаслышке. Десятилетиями жил в разных странах, именно в разных странах. И сейчас довольно часто бываю. и вот что характерно, в западных странах, где разрушена духовная сущность, наибольшее количество суицидов. Какие страны, вы думаете, по суицидам первенствуют? Я думаю, вы знаете, а может нет, если я вам скажу. Швеция одна из самых социально защищенных стран. Финляндия. То же самое. Большое количество суицидов это Соединенных Штатов. И вот этот поиск смысла жизни это две крайних точки. С одной стороны, это уход в некое непонятное, мистическое искание, а с другой стороны, гедонический потребительский подход всего. Ешь, пей, веселись, а завтра смерть. И дальше ничего не может случиться. И вот поэтому, когда мы говорим еще раз о ценности и традициях, это мы говорим в первую очередь, когда говорим о ценности, о смысле жизни. Или вот эта жуткая проблема, которая сейчас у нас нависла угрозой над всем миром. Это терроризм и экстремизм. я много раз говорил, что моя жизнь разделилась на две половины. До Беслана и после Беслана. Когда я видел жуткую картину, вот так вот, такой примерно зал, и после семи минут, я по минутам помню, я вошел в этот ад, где фрагменты тел разброшенных, горящие, кричащие, кровоточащие люди. И это тоже совершили люди. Во имя чего и во благо чего. Вот я обращаюсь к вам, особенно к молодежи, ведь люди идут на смерть, идет подмена ценностей, жуткая подмена под видом религиозного рая заманывают в ад. И вот эти поиски религиозного счастья, когда они заводятся в ложные ловушки обращаются трагедией и для личности конкретной, и для общества в целом. Как-то я говорил, и сейчас скажу только одно. Там, где вы услышите высокие слова о религии, о Аллахе, о Боге, и как только начнет проскальзывать прививка ненависти, призыв к тому, что надо все делать, чтобы добиться своего господства, через кровь и слезы бегите. Ясное дело, это дорога не в рай, а в ад. И еще здесь, на земле. Вот мне не хотелось бы на этой ноте заканчивать свое краткое рассуждение. Я вижу, начальство на часы смотрит, я тоже, мы оставим время еще, может, на пару вопросов. Да, но я хотел бы только, мы сейчас даже не назвали, мы очертили некий только круг ценностных ориентиров. Надо понять, когда говорим о ценностях, всегда ценность смысла жизни, в чем она заключается, куда мы идем. Я очень люблю и часто цитирую слова ушедшего из жизни Евтушенко. Помните, он говорил очень емко еще в те далекие годы советского периода, но ты хотя бы однажды в мире, когда он спит или кипит, остановись, как лошадь в мыле, почуяв пропасть у копыт. Поэтому нам надо подходить не к пропасти, а все-таки к светлому, нормальному развитию. И еще пару слов я скажу о патриотизме. Да, эта тема скажет, ну как не скажешь, владык, это же тема такая, скажем, нужная, нужная, конечно, эта тема. Нужная не потому, что я должен ее говорить, а потому, что сердце это требует. Иногда говорят, как сказал один известный, не знаю, как его теперь назвать, политик, бизнесмен, или, может, еще как-нибудь я бы назвал. Помните его выражение, я не буду называть ее имя, что патриотизм это последнее прибежище для негодяев. Вы, наверное, знаете, кто это сказал. Не знаете? Назвать? Ну ладно, боюсь, что будут на меня потом. Я скажу потом. Да, последнее прибежище для негодяев. Простите, обычно говорят, а где примеры патриотизма в России? А вы посмотрите, все даже наши гуманитарии, все наши поэты, как правило, прошли через воинскую повинность. И Пушкин, и Лермонтов, и Державин, да, Даль, вот этот старичок хороший, Даль, да, который занимался филологией все время, ее слова знаменитые. И что вы думаете, кем он был, где он был, начинал свою молодость в морском корпусе? Даль, да? И мы говорим, а где примеры брать? Да вот именно патриотизм, это не просто броские слова. Не будет нормальной любви к родителям, к маленькому своему дому, к деревне, к городку к своему, где родился, к родному университету, где получил образование, к чудному Татарстану, к России, ничего не будет. Мы уже проходили этот космополитизм без рода и племени. Вот я хотел бы примеры конкретные привести о традициях и о патриотизме. народы, какие наиболее сильно выживают, которые сохраняли свою традицию? Евреи. Как замечательно они на протяжении рассеяния двухтысячелетнего и как упорно шли к своей исторической родине через сохранение своих традиций. И евреи, они ведь сохранились не как через этно столько, а через традицию иудаизма, через чаяние, да? И вы посмотрите, как сильны у них традиции, где бы они ни находились. И я не вижу в этом ничего порочного. Я пять лет пробыл там, работая в Израиле с 77 по 82 год. Или взять народы, которые живут в России, они тоже, но умеют сохранять свои традиции, это армяне. Они живут целыми колониями за рубежом, но очень дружно, сплоченно и сохраняя свои традиции где бы ни были. В Буэнос-Айресе или в Ливане, в Турции или в Париже. И очень сильные. А к великому сожалению, но и русские, и татары тоже, тоже так же. Попадая куда-то в Европу, да, сохраняют землячество, прочее, но все-таки теряя традиции, теряют свое лицо. Храни традицию свою. И русский, и татарин, храни веру свою, храни культуру свою, храни историю свою. Вот это будет нормальное явление. Я бы хотел поблагодарить ректора. Я искренне, с большим уважением отношусь лично к вам, как к руководителю, как к ученому, как человеку, который умеет организовать не только научное сообщество, но и направить в нужное созидательное русло эту огромную армию и профессорско-преподавательскую корпорацию, и студентам на самое главное, на дух соработничества и единения. И я вам обещаю, как ректор и как митрополит, мы будем совместно развивать наше сотрудничество, потому что ведь можем же мы сотрудничать и физики, и гуманитарии, у нас могут быть направления и поиски, научные даже разные, но у нас все-таки самое главное, одна страна, одна республика, и мы единое наше общество. И наша главная задача не искать то, что нас может разъединить, а искать те точки соприкосновения, которые будут помогать решать нам те проблемы, которые настолько остры, что без слагания усилий в одиночку их не решить никому. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ